Отличный способ получить представление о текущем положении вещей среди алгоритмов и инструментов машинного обучения это посмотреть конкурсы по машинному обучению на Kaggle. Благодаря своей высококонкурентной среде в некоторых случаях тысячи участников и призы на миллионы долларов и широкому спектру задач машинного обучения Kaggle предлагает реалистичный способ оценить, что работает, а что нет. Итак, какой алгоритм надежно выигрывает соревнования? Какие инструменты используют лучшие участники? В начале 2019 года Kaggle провел опрос среди команд, которые вошли в пятерку лучших в соревнованиях с 2017 года. Какой основной программный инструмент они использовали в конкурсах? Оказывается, лучшие команды, как правило, используют либо методы глубокого обучения, чаще всего через библиотеку Keras, либо деревья с градиентным бустингом, усилением, чаще всего через библиотеки LightGBM или XGBoost. Kaggle также проводит ежегодный опрос среди специалистов по машинному обучению и науке о данных по всему миру. С десятками тысяч респондентов этот опрос является одним из самых релевантных источников о состоянии отрасли. На рисунке показан процент использования различных программных фреймворков машинного обучения. С 2016 по 2020 год во всей индустрии машинного обучения и науки о данных доминировали два подхода – глубокое обучение и деревья градиентного бустинга. В частности, деревья градиентного бустинга используются для задач, где имеются структурированные данные, в то время как глубокое обучение используется для задач перцепции или восприятия, таких как классификации изображений. Пользователи деревьев градиентного бустинга, как правило используют scikit-learn, xgboost или lite-gbm. Между тем, большинство практикующих глубокое обучение используют Keras, часто в сочетании с родительским фреймворком TensorFlow. Общая черта этих инструментов заключается в том, что они все являются библиотеками Python. Python на сегодняшний день является наиболее широко используемым языком для машинного обучения и науки о данных. Два метода, которые вы обязаны знать, чтобы быть успешным в прикладном машинном обучении на сегодняшний день. Это деревья градиентного бустинга для задач малослойного обучения и глубокое обучение для задач восприятия. С технической точки зрения это означает, что вам необходимо будет ознакомиться с фреймворками scikit-learn, xgboost и Keras. Это три библиотеки, которые в настоящее время доминируют в соревнованиях Kaggle. Вы уже на шаг ближе.